Здарова, друзья, с вами Латкабоса. Сегодня я хочу совместно с вами собрать состав из-за абсолютно всех игроков Реал Мадрида и ещё и добавить карточку Келленом Бапе, потому что новый игрок Реал Мадрида. Друзья, напишите прямо сейчас в комментариях, какой состав вы хотели бы, чтобы я следующий собрал и где больше всего лайков наберётся, тому и у человечку я выдам от себя бесплатный подарок в виде звёздного абонемента, либо топ-набор, который у нас будет доступен в игре по типу 96 по 99 и также ещё и в дополнение 94 по 99. Так что покажите максимально активовать себя вот там внизу в комментариях. Жду от вас максималочку. Но обязательно, чтобы вы смогли принять участие, вам нужно поставить палец вверх, написать в комментариях то, что вы принимаете участие. И самое главное, вам нужно оформить подписку на мой YouTube канал, а также на мой Telegram канал, потому что буду проверять на все выполненные условия. Результаты будут сегодня либо завтра, так что ждут вас максималочку. Друзья, но если вы испытываете проблемы с покупкой FK Points в звёздных абонементов, то всё покупается официальным путём через меня и через мой магазин. У меня в магазине доступны FK Points в неограниченном количестве. Например, вы покупаете 1000 FK Points, на выходе получаете 2000 FK Points. Покупаете 5000 FK Points, на выходе получаете 10000 FK Points. Все акции, которые у нас доступны в игре, вы сумеете их найти у меня в магазине. И самое главное то, что после совершённой первой покупки у меня в магазине, вы ещё и получаете бесплатно от меня в подарок. Покупка доступна для всех стран СНГ. Нужная ссылка на мой магазин находится в описании, жду всех вас там. 18 числа eSports пройдут прямой эфир в честь выхода новенького события 20 числа Копа Америка. И кстати, в прямом эфире есть шансы, то что eSports нам выдадут новый промокод. Заходите в мой Telegram канал Влад Капуста, чтобы вы не пропустили вдруг промокод и ссылку, где нужно вводить этот промокод, потому что он будет ограничен по времени. Ссылка на мой Telegram канал находится в описании. Ну а мы сейчас совместно с вами заходим в мой футбольный клуб. Здесь мы что сделаем? Мы выбираем дополнительную схему. Моя команда. И думаю, то что поставим схему 4-3... 3 атака. Вроде бы хороший вариант, но нужно обдумать. Но в робот 4-3-3 атака больше всего нам подойдёт. Из того, что я вижу. Хотя и 4-3-3. Да, давайте эту схему возьмём. С этой схемой я думаю, то что сумеем годноту сделать. Ну по крайней мере будем стараться. Надо будет лишние карточки убрать отсюда, потому что они не все нужны. Так выбираем всё это. Но я предполагаю то, что нужно начать с того, что мы добавим сюда карточку основного игрока, который у нас уже есть в этом составчике. Его даже не придётся покупать. Эта карточка Беллингема 98-го рейтинга. Добро пожаловать в состав из футболистов Реал Мадрида совместно с карточкой Келленом Баппе. Перейдём вначале в раздевалку. Поменяем футбольную форму из Барселоны на Реал Мадрид. Домашняя команда. Выбираем, где здесь Ла Лига. Ищем, ищем, ищем. Реал Мадрид. Выбор. Но вот так вот. Красота. Я вот только не знаю, какое лучше всё взять. На выезде или домашнюю футбольную форму. Какая красивее. Я думаю, то что обычно возьмём беленькую. Самый топ вариант. Мне так кажется. И зайдём на рынок. Будем закупать нужные карточки. Мой список отслеживания. Карточка Биллингема Уберамо. Потому что она у нас уже есть. Я думаю, второй раз смысла его нету покупать. А вот карточка Лука Модрид сейчас 100% пригодится. 135 миллионов монет. Я надеюсь на то, что хоть кто-то его карточку продаст нам. Постараемся приобрести карточку Вальверда. Я надеюсь на то, что получится. Карточка Лука Модрид сейчас тоже стоит в заявках. Если вдруг не получится их купить на рынке, то мне придётся подешевле карточки покупать. Да и всё. Минди покупаем. Карточка Лунина. Без него никак. 32 лямчика с твоего карточкой. Но она должна находиться в этом составе. Эдерчик, добро пожаловать. Давай, покупайся. Карточка Венисиуса. 77 миллионов монет в этом массиве. Карвахаля карточка. 77. Ну, 81. Блин, падала. Могли бы дешевле, конечно, его поставить. Карточка Рюдигера. Покупаем. Родриго. 103 миллиона монет, но это достойнейшая карточка. Поэтому обязаны находиться в нашем составе, который мы сегодня совместно с вами собираем. Ровно 5 карточек у нас куплено. И это здорово, мне так кажется. Достойные раки здесь будут находиться. Минди, Лунин, Венисиус, Карвахаля, Рюдигер. Вот это вот да. Опа, еще. Хорошо. Осталось ровно 3 карточки приобрести. Если вдруг я не смогу их купить на рынке, то я буду аналоги их покупать, чтобы время просто-напросто не тянуть. На ПВ его карточку выставляем. Замечательно. 97 есть. А вот с карточками ЦП у нас на данном этапе есть проблемы. Мы пока что выставляем нападающего. А ведь где тут Венисиус, 95-й. Добро пожаловать в составчик. Конечно, было бы неплохо карточку Крещену Роналду поставить. Но не могу, потому что он сейчас там не играет. Это не составец Легенд Реал Мадрида, к сожалению. Но вот так вот сделаем. Думаю, что достаточно интересно все будет. Переходим к нашей защите. И здесь мы выбираем Карвахаля на позицию ПЗ. Вот это вот, конечно, составчик мощнейший у нас вырисуется. Карточка Рюдигера, 96-я. Центральный защитник. Выставляем его. Ну, это, конечно, пушечка такая нарисовывается. Как вам составчик? ЛЗ-шник у нас тоже есть. Минди. Хотелось бы, конечно, его карточку немножко выше рейтинга. Но, увы, нельзя ее приобрести. 92-й ЛЗ-шник. Ну, вот таким вот образом все выглядит. И осталось нам добавить еще карточку Лунина. 92-я. Жаль, конечно, то, что такой низкий рейтинг у него. Я думаю, то, что он уже заслужил 96-97-й, так точно. Ну, хотя бы 95-й, чтобы быть серьезным. На рынке у нас, как обстоят дела, одну карточку мы приобрели. Эдера карточку. Я так понимаю, две остальные карточки будет суперсложно приобрести на рынке. Если вдруг я не смогу их купить, то придется реально покупать эти карточки аналоги. Потому что других вариантов я просто-напросто даже не вижу. Блин, а достойные, конечно, карточки. 98-й, но очень сложно их купить. Вставляем сюда его карточку. Сменить нажимаем. Эдера карточка, добро пожаловать. Вот это вот пушечка нарисовывается. 93-й рейтинг я уже вижу. Так, давайте проверим, если что, Вальверда. Есть у него 97-го рейтинг карточка, 95-го. Хорошо, есть. Опа, мои заявки, купилось. Купилось, только думал купить его карточку в другую. Хорошо, 173 лямчика. Осталась последняя карточка Лука Модрича. Давайте проверим. Мод. Смогу ли приобрести его карточку, как думаете? Если что, буду эту карточку покупать. Хотелось бы, конечно, его карточку 98-го, но если что, покупаем 97-го, чтобы время не тянуть. Возвращаемся в футбольный клуб. Выставляем карточку, ну, думаю, вот сюда вот. Где тут у нас карточка Вальверда? А вот вижу и вставляем сюда вот. Вставляем в ячейку и получаем 94-й рейтинг состава. Я думаю, что 98-й, либо 99-й будет у нас в конечном итоге. Друзья, программа, с помощью которой вы будете узнавать, сколько вам осталось до следующего рейтинг прокачки вашего состава основного, я сброшу каждому из вас у себя в телеге Влад Капуста. И обязательно принимайте участие в конкурсе «Звездный абонемент». Новый, который у нас выйдет в игре, либо же абонемент с карточкой. Друг бы, решать вам в комментариях. Только обязательно вам нужно быть подписчиком моего YouTube канала, а также моего Telegram канала. Ну а пока я вижу то, что на рынке у нас прогресса особо никого нету, поэтому я думаю, что купим карточку Лука Мудрича просто чуть-чуть подешевле. Ну и рейтинг немножко ниже. Вот так вот сделаем, чтобы время не тянуть. Думаю, что это. Мои заявки. И покупайся карточка Лука Мудрича. Замечательно. Мы его приобрели. Без его карточки я даже не представляю Реал Мадрид. На самом-то деле, ставим его карточку на позицию ЦП. И вот останется поставить все лишь одну финальную последнюю карточку. Блин, 98-й походу будет. Да, 98-й, я думаю. Карточка Килина БАП, 98-я. Ну, друзья, 97-й в конечном итоге. Но я думаю, что мы сейчас немножко прокачаем УВР состава. 97-й. Давай 98-й сейчас будет. Нет. Хорошо. Нет, ну, когда 98-й будет? 98-й будет ли вообще? Есть 98-й. Блин, еще и ударился рукой. Обстол, ну ладно. 99-й уже вряд ли будет. Не хватает, я вижу уже. Ну, хотя бы вот так вот мы сделали. Достаточно интересно получилось. А что вы скажете? Как вам такой состав, который у нас получился? 98-й рейтинг с карточкой Килина БАП. Но мне кажется, что достаточно интересный составчик у нас вышел. Зайдем в раздевалку, оценим всех моих новых игроков. Лука Модрид шикарен. Блин, насколько крутая команда получилась у нас. Блин, Килина БАП в форме Реал Мадрида. Но я вот просто не представляю, что же он будет творить на футбольном поле. Вы как думаете, получится ли у Килина БАП заиграть в Реал Мадриде? Валя, ну красава. Реально красава. МБАП-шечка. БАП с мячом. БАП-шечка. На Венисиуса. Венисиус. Ну, я думаю, то, что он не подведет. Да, хороший Венисиус. 1-2. Здесь, я думаю, тоже. Мы же сумеем забить МБАП. Красава. 2-3 играем. Отличный момент для того, чтобы я забил сейчас. Да, 3-4. Но Соперик тоже нам забивает. И в этом огромный минус. Но все же стараемся как-то его преодолеть. Венисиус. Изи. Изи для него. Да. В нижний угол забивает. А вот здесь вот сложно. Нужно выбивать мяч. Нужно пытаться обходить ненужный момент. И вот здесь легко, думаю. Нет, ты че? Ну, это прям, ну, реально было стыдно. Ну, как я там не забил? Только штанга, блин. Ну, здесь тоже легко должно быть. Да, хорошо. 6-7. Нужно отыгрывать по максималке. Вот так вот. Давай, МБАП. Хорошо. 7-8. Но, е-мое, вообще ничего не получается. Да, ничейку я не против. Дашь мне? Да, да, да падал. Да, не гони. Ты че сделал? Дашь мне ничейку сыграть? Нет, не дает мне тупо в ничейку сыграть. Не дает. Так, давайте мы сыграем разочек в равную игру. Я надеюсь на то, что у меня получится все. И я смогу заклепать, ну, хотя бы штук 5 галешников. Ну, хотя 5 я понимаю, то что вряд ли. Но надо что-то показать. На что я способен, что я могу сделать. Но нет, отбирает у нас мяч. Отбирают мяч. Нельзя ни в коем случае отдавать ему инициативу. В его руки нельзя. Хорошо. Хорошо. Так, мяч у него. Подвисает. Подвисает. Так, хорошо. Пасик. Пасик. Пас. Давай. Винесиус. Вот здесь он. Давай мне подведи. Хорошо. На 17-й минуте забиваем. Ху-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хорош. Просто хорош. Красавчик. Малин. Смотрите, как все. Оп. Ха-ха-ха. Красота. Блин, ну пожалуйста, пожалуйста. Ха-ха. Блин. Хорош, Лунин. Хорош. Блин, ну это такая вот потненькая тема. Потненькая. Да выбей, 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 выбей. Таш. Если бы он там забил бы, я честно офигел бы. Вот прям реально, я офигел бы, если бы он там забил. А здесь вот, если вот пространство есть, пожалуйста, забей. Ту-ни, ну. Ну, то вот там могли тоже забить. Я знаю то, что Рюгигер высокий. Может быть, он сумеет побороться здесь. Ну нет, 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 нет. Вообще никак, но. Поборолся и это уже радует. Не получилось, но хорошо. Учего Рео Мадрид. Ха-ха-ха. Не Мадрид, а Мадрид. Это ж надо, чтобы еще так на Чего повезло, у которого никнейм Рео Мадрид. Баппе на Венисиуса. Хорошо. Вальвердо. Хорошо, Вальвердо. Вот так не работает, как я раньше играл. Да е-мое, ну вот там здесь хотя бы здесь. Пожалуйста. Да и... Ха-ха. Что происходит? Хорошо, хорошо. Ха-ха. Давай, давай. Хорошо, мы отобрали обратный мяч. Я надеюсь на то, что мы выйдем в атаку. По крайней мере, очень надо. Я вижу пространство здесь. Для того, чтобы он забил. Да, ну слишком долго, слишком. Все, Мадрид должен решать. Да ты, падла, ну почему? Хорошо. Да ты, пробей. Да ты, я не знаю, я тупо нажимаю пробить. Никто из них не бьет. Все это целятся. Надо сразу. Вот там реально очень много моментов было, где надо было забивать. Я не пойму, почему этого не было. Я уже раз в 10 должен был там забивать гол. Мне вот не нравится тема, если не забиваешь ты, забивают тебе. И я вот это вот максимально не люблю. Фух. Здесь, походу, угловой будет. Так, мне... Зачем, зачем мне заменки на Веру? Ну, блин. Баппе. Так, пас. Ну, не, ну опять. Я тут понимаю, не как выйти отсюда. Хочу в нападение пойти, а хочу последний шанс. Испробовать свой. Мы заканчиваем со счетом 1-0. Честно, столько много моментов я не реализовал с помощью этой мышки. Я должен был это все сделать. Клавиатура, блин, ну почему? Вот, я играю с клавиатурой и мышкой, и вот там, где гарантированно должен забивать, у меня не получалось забивать. Я ХЗ, с чем это связано? Друзья, обязательно напишите в комментариях, какой следующий состав вы хотели бы, чтобы я собрал. Чем больше лайков будет под вашим комментариях, тем быстрее я соберу ваш самый любимый футбольный клуб. И плюс еще выдам вам бесплатный подарок. Так что обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на мой ютуб канал, а также на мой телеграм-канал. Буду проверять на все выполненные условия. Что-то не сделали, сори, придется дать другому человеку ваш приз.